Каким будет новый спортивный год и какими мероприятиями он запомнится? Сегодня в рубрике на первом плане министр физической культуры и спорта Владимирской области Алексей Сипач. Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Анна. Итак, год начался и уже есть чем похвастаться владимирским спортсменам. Какие победы вы бы уже отметили? Ну да, за окном зима, в Владимирском регионе зима. Поэтому давайте начнем с представителей зимних видов спорта. Ну, новый 2023 спортивный год начался традиционно с турнира по хоккею в памяти трехкратного олимпийского чемпиона Александра Павловича Рагулина, который у нас традиционно проходит в городе Судыгде. Приехали гости традиционно команды Тверской, Кемеровской регионов, Республик Татарстан, Башкатарстан, Удмуртии. Ну, хочу сказать, что наши спортсмены выступили отлично. Команда Судыгодец по итогам турнира заняла первое место. Также по развитию темы хоккея хочу сказать, что Владимирская команда Русич сегодня, выступая в юниорской хоккейной лиге, идет на лидирующих позициях и имеет, как говорится, все шансы, все возможности по итогам перейти из группы Б в группу А. Успешно выступают наши конькобежцы. Мы знаем, что были созданы и в предыдущем 2022 году открыта конькобежная дорожка. Современные условия для спортсменов созданы, поэтому, конечно же, успехи не заставить себя ждать. Успешно выступила юношеская команда на первенстве Центрального федерального округа. Наша спортсменка-юниорка Милена Береговенко на первенстве России завоевала серебряную медаль. Ну и наша ведущая спортсменка Елена Яранина на Кубке России завоевала золото. То есть вот так вот успешно стартанули наши конькобежцы. Также успешно выступает на Кубке России наша сборная команда Владимирской области по палеотлону. Два этапа прошло, они занимают лидирующие позиции. Но эта команда является сильнейшей в Российской Федерации, поэтому здесь, в принципе, без сюрпризов, здесь плановое выступление. Этап Кубка России по пылевой стрельбе прошел в городе Юрьев-Польский. Как мы тоже знаем, совсем недавно был открыт центр по пылевой стрельбе. И спортсмены в данной олимпийской дисциплине очень мощно, даже не год от года, потому что совсем немного времени прошло. Практически, наверное, день от дня прибавляют в своем мастерстве. И сегодня уже занимают лидирующие позиции в Российской Федерации. И наши спортсмены уступили, завоевали в Кубке России серебро-бронзу, уступив только лидеру страны, призеру Олимпиады в Токио. Анастасии Галашиной. Поэтому в таком уровне сейчас выступают наши спортсмены. Но если вот кратко, и сейчас соревнования проходят, да, то есть соревнования по рукопашному бою, по кикбоксингу, всероссийские соревнования, чемпионаты МВД по самбо-боевому самбо сейчас впереди, да. Поэтому ряд мероприятий у нас сейчас и проходят в эти дни. Спорт в Владимирской области, это, конечно, спорт не только высших достижений, да, но и массовый спорт, любимый всеми мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. И мы, как знаем, спорт нормы жизни, да, для нас уже норма, для жителей 33 региона у нас хорошие показатели есть. Итак, что интересного нас ожидает в 2023 году? Ну, Анна, правильно говорить, что Владимирская область – территория спорта и здорового образа жизни. Хочу сразу сказать, что подведение итогов в Министерстве спорта наш регион занял 10 место по проведению крупных спортивных мероприятий. Спортивных мероприятий, которые включены в единый календарный план Министерства спорта. Пропустили мы вперед только такие регионы, где, скажем так, скопление именно федеральных баз. Сочи – Краснодарский край, Красноярский край, Екатеринбург, то есть где базы современные построены, где построен стадион к чемпионатам мира. Мы понимаем, что их наполняет в первую очередь федеральными мероприятиями. И тем приятно было попасть, что небольшая Владимирская область попала в десятку по этому показателю. Но, с другой стороны, здесь ничего удивительного нет. Скажем так, культурное, историческое наследие нашего региона, географическая расположенность, транспортная доступность. Ну и, конечно, в первую очередь, это состав и мощная работа наших федераций по видам спорта. Федеральный центр Министерства спорта предлагает проведение крупных всероссийских и международных мероприятий. И мы с удовольствием откликаемся, берем их, организуем и проводим на высоком организационном уровне. Прекрасно понимаем, что проведение таких мероприятий – это не только продвижение спорта, продвижение здорового образа жизни. Ну и, в первую очередь, это статус региона нашего, это новые туристические потоки и, конечно же, экономика. Хочу сказать, что впервые мы подвели итоги, результаты, собрали данные с федерацией. И вот такой факт, который хотелось бы озвучить, конечно же, 23 тысячи спортсменов и тренеров, представителей делегаций спортивных, посетили наш регион в 2022 году. И тем самым привлекли 753 миллиона рублей, были привлечены в наш регион от их присутствия проживания, питания. То есть, вот такая вот экономическая составляющая, которая тоже мы считаем важная, сумма значительной, согласитесь, 750 миллионов рублей, были привлечены в регион, в экономику региона. То есть, приезжали из других регионов гости туристы, скажем так, спортивные туристы. И вот такие вот средства были потрачены уже у нас в регионе. Отметил бы, наверное, один из ключевых моментов, яркий, который сегодня тоже обсуждается на федеральном уровне. Это форум Олимпийских советов Российской Федерации, который прошел под эгирией Олимпийского комитета России и Министерства спорта Российской Федерации. Из 70 субъектов приехали деятели физической культуры и спорта. На форуме обсуждалось, скажем так, нынешнее состояние спорта, развитие спорта, вызовы, меняющая обстановка, ну и, скажем так, что необходимо делать для быстрого реагирования на быстро меняющие условия принятия решений, куда двигается, движется спорт Российской Федерации в дальнейшем. Это теоретическая составляющая. Практической составляющей выступил Всероссийский день ходьбы. Помните, если его возглавили наш губернатор Александр Авдеев, шествие возглавил, и президент Олимпийского комитета России Станислав Позняков. Был пройден, скажем так, километр здоровья по центру города. И вот этот пилотный проект, он впервые прошел в стране, впервые был опробован, практическая часть и теоретическая часть. И в дальнейшем вот это вот как раз сочетание и будет использоваться, как у нас в субъекте, так и на территории всей страны. Такое крупное мероприятие, конечно же, это лестно, да, чтобы площадкой была выбрана именно Владимирская область. Это говорит о доверии сегодняшнему руководству нашего региона и, конечно же, оценка уровня развития физической культуры и спорта. И, конечно, немаловажная вещь здесь работа общественной организации, Олимпийский совет Владимирской области, который был воссоздан по инициативе ветеранов спорта, клуба элита, клуб заслуженных работников. Они выступили с этой инициативой и как бы произошел перезапуск данной организации. И как раз вот совместная работа с Олимпийским комитетом России привела к тому, что такое крупное мероприятие было проведено на территории нашего региона. Но также хочу сказать, что федеральный проект «Спорт. Норма жизни», о котором мы часто много говорим, основной целью которого является создание условий для развития физической культуры и спорта, условий для населения в первую очередь, и доведение к 2030 году систематически занимающихся граждан Российской Федерации до 70%. Хочу сказать, что сегодня у нас показатели в регионе по итогам 2022 года составляют 54%, и данный проект был выполнен, исполнен на 100% Владимирской областью. В 2023 году непосредственно по вопросу планируется проведение более 400 спортивных мероприятий, из них 18 это чемпионатов и первенств России, одно международное соревнование, порядка 150 физкультурных мероприятий, скажем так, брендовые, известные, которые уже у нас те же богатырские игры, фестиваль пляжных видов спорта, игры патриоты, которые тоже, скажем так, ввиду пандемии разных моментов долго не проводился, но провели, мы поняли, что это востребовано, в первую очередь, среди молодежи, студенческого сообщества, хотя люди абсолютно всех возрастов выступали, решили проверить себя на прочность. Шахматный фестиваль, царские игры, зарядка с чемпионом, марафоны, полумарафоны, ну и другие ряд всероссийских крупных физкультурных мероприятий. Хочу сказать, что в 2023 году, также вот год мы начали с декады спорта, где были проведены порядка 130 физкультурных и спортивных мероприятий, порядка 10 тысяч жителей Владимирской области приняли в них активное участие. Хочу сказать, что и сейчас зима продолжается, да, зимний сезон, функционирует на территории региона 139 катков, 57 лыжных трасс. Еще один приятный момент, была запущена горнолыжная трасса на Студеной горе. Вы прекрасно видите, где сноуборд, горные лыжи, тюбинга для детей. Трасса, вот этот вот объект, он очень востребован. Скажем так, с этой инициативой как раз губернатор, да, очень активно выступил, поддержал воссоздание данного объекта. И сегодня он успешно реализован, этот проект, работает. Конечно же, население, положительные только отзывы и отклики идут. Ну и долгое время не заливался каток. Также один из самых крупнейших Владимирской области каток залит сегодня на спортивном комплексе «Торпеда». Дальнейшее перед руководством, скажем так, и министерства, да, регионального, и непосредственно спортивного комплекса «Торпеда» стоит такая задача по созданию спортивного кластера, который будет работать, как он сегодня работает, и на подготовку спортивного резерва, да. Мы знаем, что у нас там спортивные школы Олимпийского резерва, да, располагаются по тяжелой атлетике, по самбо, по футболу, футбольный клуб «Торпеда». Ну и, конечно же, вот создание именно кластера для услуги для населения. Это, в первую очередь, досуг, это как раз привлечение к систематическим занятиям спортом. Совсем недавно были озвучены лучшие спортсмены и тренеры 22-го года. Кто вошел в их число? И, собственно, как определяются лучшие? Ну, лучшие определяются стандартно, да, они определяются по международным стартам. В основном, конечно же, десятка лучших определяется и пятерка тренеров. В прежние годы всегда понятно, что это были международные старты. В первую очередь, Олимпийские игры, чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Но мы знаем, что нынешняя политическая обстановка привела к тому, что сегодня наши спортсмены не допущены на международные старты. Совсем исключение составляют не Олимпийские, но и очень малое количество видов, где наши спортсмены могут выступать на международной арене. Сегодня, благодаря поддержке правительству Владимирской области, 209 спортсменов являются членами сборных команд Российской Федерации. Эта цифра из года в год растет, потому что поддержка существует, она есть, она работает. Основные старты, по которым у нас сложился результат, это в первую очередь спартакиада сильнейших. Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших. Наши спортсмены выступали в 10 видах спорта. Ну и результаты такие, что в спортивной борьбе Артур Сарксян занял золотую медаль, завоевал. Абузит Мансегов бронза. Самбисты наши выступили успешно. Антон Коновалов и Анастасия Хомячкова золотые медали. Успешно, опять же, выступили наши гимнасты. Кирилл Прокопьев в личном зачете в программе вольных упражнениях завоевал золотую медаль. Наша команда заняла второе место, уступив команде в Москве усиленной, с которой они из года бьются в финале, из года в год. Мария Васильева в пулевой стрельбе завоевала золотую медаль. Наш боксер Дадаев Рамазан Серебро. Ну вот, наверное, я, по-моему, всех перечислил, наших спортсменов, которые как раз стали победителями и призерами на этих соревнованиях. Понимаем, что здесь каждая медаль сродни Олимпийской, потому что выступали абсолютно все сильнейшие спортсмены, лидеры международного и российского рейтингов. По итогам данного выступления сборная команда Владимирской области вошла в топ-30. В медальном зачете мы на 15-м месте. Если брать развитие спорта высших достижений, то как раз по итогам спартакиада он определялся, мы третий, вступив только Московской области и Воронежской области. Вот такой вот отличный результат, что спорт высших достижений сегодня у нас находится на таком, скажем так, хорошем уровне. Также, конечно же, брались результаты чемпионата России. Ну, там большой список наших спортсменов. В основном это наши сильнейшие спортсмены, которые из года в год радуют нас своими результатами. В принципе, вот они же и также продемонстрировали свой уровень мастерства. К счастью, радует, что подрастают юниоры. Целая хорошая смена по разным видам спорта. В первую очередь, конечно, олимпийские приоритетные. Подрастают юниоры. То есть это завтрашний день, это результат завтрашнего дня. Ну, вот работа такая. Конечно же, здесь немаловажно, это материальный стимул для спортсмена. Это тяжелая работа. Это, с одной стороны, для нас это праздник, зрелище. С другой стороны, со спортсменами мы понимаем, что это старт, это мгновение, а подготовка очень тяжелая. Поэтому здесь важно поддержать спортсменов, помогать им. Утверждены стипендии губернатора. 67 человек тоже из года в год. Это количество увеличивается. Получают ежемесячную стипендию губернатора. Хорошая поддержка. Плюс премиальный фонд, который, понятно, что у нас ранее был нацелен за результаты на международной арене. То сейчас, конечно же, это в основном вот спартакиада сильнейших нововведений было и чемпионат России. Новые меры поддержки мы для спортсменов как раз ввели. Вот, примерно так. Ну, а состав, он примерно тот же самый. Наши основные лидирующие спортсмены. Развитие спорта, конечно, невозможно без развития спортивной инфраструктуры. В 2020 году было открыто несколько крупных спортивных объектов. Как эта работа продолжится в 2023 году? Да, ну, безусловно, работу мы это продолжим. Потому что, ну, я говорил про федеральный проект «Спорт. Норма жизни». Одно из основных условий создания условий, конечно же, это инфраструктура. Сколько бы мы ни говорили, что заниматься надо-надо, но если это негде, то понятно, что результата не будет. Ну, в первую очередь, хотелось бы сказать, что в завершившемся году были открыты, введены в эксплуатацию крупные объекты. Два объекта – это федеральные средства в основном. Это стадион, реконструкция стадиона «Олимп Красной Горбатки». Понимаем, что там огромная база, там, да, ледовая площадка с искусственным льдом, там, там, фока с тренажерным залом, поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, несколько спортивных площадок. Такой вот замкнутый спортивный кластер получился, очень современный. И тоже он был отмечен как раз на форуме «Россия и спортивная держава». Вы знаете, было прямое включение по открытию данного объекта. Вот, физкультурно-спортивный комплекс в городе Коврове. Центр тоже для подготовки спортивного резерва. В первую очередь по спортивной гимнастике, по художественной гимнастике, по боксу, фехтованию. Вот основные виды спорта, которые будут там как раз культивироваться. Это отличная тренировочная база, новая, современная. Была открыта колькобежная дорожка в Муроме. Лыжебиатлонная трасса в Александрове, тоже современная. Теперь лыжебиатлонный центр тоже не только Кольчугино, но и Александров, где, скажем так, появились отличные условия и уверен, что уже в дальнейшем появится результат. И помимо того, что это тренировочная база, там можно проводить и мероприятия хорошего уровня. Конечно же, продолжили строительство площадок. В первую очередь это в сельской местности. В том числе четыре площадки ГТО были построены. Это тоже федеральная программа. Но, безусловно, в этом году тоже продолжим строительство. В этом году будут введены в строй две умные площадки города Гусь-Хрустальный, город Владимир. Продолжается строительство ФОКа в Ковровском районе, поселок Первомайский. Продолжается разработка проектно-смертной документации по малой спортивной арене. Мы знаем, в 2024 году выделены федеральные средства на реконструкцию. Работа ведется активно, тоже сейчас на уровне проектно-смертной документации. По региональному центру по борьбе здесь тоже поручение президента Российской Федерации, которые сейчас правительство Владимирской области как раз и прорабатывает, и реализует. И мы понимаем, что здесь объекты должны быть, объекты должны появляться как точки притяжения, точки роста для развития физической культуры и спорта. Как большие объекты, в первую очередь, которые нацелены на подготовку спортивного резерва, для школ, дюш, для сдюшеров и, конечно же, для услуг населения. Это тоже на повестке дня стоит, поэтому это один из основных. В предложении темы доступности спорта в регионе, как зарекомендовал себя налоговый вычет по спорту? И напомнить нашим телезрителям, как его можно получить? Да, скажу, что с 1 января 2022 года федеральный закон был принят, одобрен, и, соответственно, появилась такая возможность. Это дополнительная мотивация, дополнительный стимул для занятий физической культурой и спорта. В данный момент у нас по стататчетам на территории региона работает 118 спортивных залов и фитнес-центров. В основном речь идет именно про эти организации. Такая возможность есть. Ограничена сумма до 120 тысяч рублей. 13% налоговый вычет составляет 15 600. Вот именно эту сумму можно вернуть с занятий спортом. Как за свои занятия, так и за занятия своих детей. Но для этого важно, чтобы данные организации, либо индивидуальный предприниматель находились в перечне. Перечень этот опубликован как на официальной странице Министерства спорта Владимирской области, так и Министерства спорта Российской Федерации. Для попадания в перечень, ну, тут мы активно, особенно прошлый год работали, когда это впервые были, прошлый, позапрошлый, и в этом году отработали, необходимо, чтобы данной организации в АКВЭДе было прописано, что физическая культура и спорт являются основным видом деятельности. Вот это основное требование. А дальше собирается там небольшой пакет документов, подается сначала в свое управление по городам, потом уже муниципальное образование передает это нам. Мы формируем данные перечень. В прошлом году было 60 таких организаций. На 2023 год утверждены уже Министерством спорта 66 организаций Владимирской области, которые имеют право на налоговый вычет при занятиях физической культурой и спортом. Это как раз тот социально значимый вычет наравне с вычетом на лечение, образование. Мы понимаем, что здесь тоже важно поддержать. И, к счастью, правительство, руководство страны откликнулось, понимая, что это вклад в здоровье, вклад в наших детей, в дальнейшее развитие физической культуры. А сейчас в самом разгаре спортивный зимний сезон. Мы уже говорили о том, что теперь у горожан есть горнолыжный комплекс прямо в центре города, планируемые катки. Но и то любимое мероприятие, без которого не происходит ни одного зимнего торжества, конечно же, торжество спорта на лыжах. И здесь лыжня России, конечно, самое видное мероприятие, когда ожидается, и уже теперь дало все ограничения ковидные. Ну да, теперь вроде без ограничений. Ну, действительно, сезон продолжается. Чуть-чуть вот вкратце скажу, что помимо лыжни России пройдут еще и лыжная гонка памяти Алексея Прокуророва, пройдет лыжная гонка традиционная в Киржаче памяти погибших сотрудников Центра специального назначения «Вымпел», в Гусь-Хрустальном, Барина-Роща проведет. Ну, практически в каждом муниципальном образовании еще пройдут лыжные мероприятия различного уровня, начиная от Всероссийского и заканчивая муниципального. Ну и, конечно же, 12 февраля, пользуясь случаем, пользуясь возможностью, хочу пригласить всех жителей Владимирской области принять активное участие в нашем спортивном празднике, спортивно-физкультурном празднике «Лыжня России», который пройдет 12 февраля. Стандартно в 12 часов во всей Российской Федерации, в муниципальных образованиях, в областных центрах будет дан старт. Старт у нас, как говорится, участвуют и дети, школьники, и ветераны, и взрослое население, и спортсмены-профессионалы, и любители. Вот такой объединяющий старт для всех жителей Российской Федерации. Мы еще напомним нашим телезрителям об этом событии, чтобы точно не пропустили. А сегодня у нас в студии был Алексей Сипач, министр физической культуры и спорта Владимирской области. Говорили мы о том, каким будет новый спортивный год. Спасибо огромное. До новых встреч. Все исполнится, как задумали. Здоровья, новых побед.